В этом выпуск. Початок отепляльного сезона не выявил значных проблем с подачей у квартиры тепла и горячей воды. Разом с тем не у всех амельчане оказались задоволенными работой коммунальных службов. На предприемствах Галины побывал Олег Синцерову. Нормальное ожидание любого человека, чтобы зимой в Кране постоянно была горячая вода у квартиры комфортно. В речи включать по некоторым нагреванникам, это додатковые затраты электроэнергии и, как следствие, додатковые расходы. Для коммунальников зима завсёдь особенно отказный период. Негде дичина то, что летом на оправдывании робится плановая профилактика, перед надходом холодов все приборы снова проходят обысковую ревизию. Еще один клопот коммунальников – замена трупов, которые находились в эксплуатации больше 25 лет, на сучасное полиэтиленовое, установленное на их систему дистанционного контроля, позволяет найти место аварии с закладностью до 1 метра, что, увы, не коваренная ситуация подчас мостных морозов истудно поуплывая на час ликвидации надзвучайного старения. Тепловые сети исчерпали свой ресурс, эксплуатируются больше 25 лет, и, соответственно, тепловые потери по данным сетям гораздо выше нормативных, и поэтому данные сети модернизируются и увеличивается надежность теплоснабжения абонентов. Хотелось бы и большие объемы еще, но все это стоит денег, и финансы не позволяют практически больше перелаживать. Разум с тем, звонки на телефон городской коммунальной службы со скаргами от населенства по курящей поступают. Причины разные. У некоторых в выпадках недопрацовали коммунальники, у некоторых некомфортная температура у квартирых выкликана конструктивными особливостями жилых домов. Еще одну причину называют сами коммунальники. Частка населенства – непрямая мера для захования тепла, размова в тех же старых окнах, а где у любым выпадку кожный из ворот – подстава для принятия мер. Проведенное на улицах Гомеля пытание свечить, успехи в работе голены есть, а где и проблемы застаются. У нас градусника нету в квартире, поэтому я как-то не слежу за этим, но так свободно ощущается тепло, вот как бы нормально, то есть не замерзаем. Я живу в центральном районе, там под улицей Трудовой, у нас постоянно то водяные трубы, то еще там какие-то, то канализация постоянно, все это ломается, вечно там течет, и сейчас канализация течет в подвале. Очень холодно, отопление как бы включено, но эффекта от него никакого. По крайней мере, в одной комнате тепло в остальных. Мне кажется, раньше дали отопление, то есть на улице было еще более-менее тепло, а уже в квартире было очень тепло. То есть удивили в этом году, что действительно было очень уютно и комфортно, нужно было укутываться там в 33 одеяла и включать обогреватель. Олег Синчаров, Лёгин Макеенко, телерадио «Компания Гомель».